Аминь Аминь Только Саша, видно, платье жене покупает, остальные братья не заботятся о своих женах. Слава Господу, дорогие! Это на самом деле праздник, когда мы собираемся вместе. Потому что мы можем торжествовать, мы можем ликовать, мы можем, знаете, заходить на эту глубину, поклоняться Богу, чтить Его всем своим разумением. И, знаете, переживать вот это божественное присутствие. И дополняться вот этой божественной любовью от того, понимая, что не потому, что ты, может быть, самый лучший на этой земле, а потому, что просто Иисус пришел и возлюбил тебя. Потому что, может быть, однажды Он спас тебя, может быть, однажды исцелил, а может быть, даже просто не исцелил, не спас, и ты жил своей жизнью, но Он просто пришел в твою жизнь, посетил тебя. И наполнил твое сердце вот такой радостью. И ты понял, что просто без Бога твоя жизнь, она была не в таких ярких красках. Поэтому Бог великий, давайте мы еще раз воздадим Ему славу. И, знаете, я услышал такое высказывание, что говорят, что когда люди живут в домах или в квартирах, и если рядом с ними живет счастливый человек, вот счастливая такая семья, то люди, которые живут рядом, они как-то вот опыляются, знаете. Они опыляются, и тоже какая-то вот радость к ним переходит. Поэтому, возлюбленные, представляете, нас в этом зале 200 человек, 300 человек собирается. Представляете, сколько, оказывается, людей мы можем вокруг себя осчастливить, если мы сами становимся счастливыми. Представляете, какое это множество. И если вот таким образом мы будем осчастливить одного, другого, а этот осчастливит третьего, пятого, то, знаете, город придет в движение. Люди не будут ходить хмурые, унывые, но будут радостные, довольные. Независимо от того, что происходит. Потому что, когда мы взираем на проблему, то проблема, она может стать большой. А когда мы взираем на Иисуса, то мы понимаем, что есть тот дар вечной жизни, который Бог приготовил для каждого из нас. Аминь. И, знаете, мы все имеем общение с друг другом. Мы имеем общение на домашних группах. Ну вот, у нас была домашняя группа, которую ведет Иван Кнуров. Мы собирались, у нас было на домашней группе 10 человек. И мы разбирали проповедь Олега Васильевича. Мы рассуждали над ней. И мы общались, мы смотрели то, что Бог делает в жизни людей. Мы также утром имеем утреннюю молитву. Собираемся с братьями, молимся. Точно так же общаемся. И это, знаете, благословляет. Мы, знаете, даже среди недели умудрились съездить в Абхазию. Вместе с братьями и сестрами. Иметь общение. Иметь общение. Молитву. И самое, что интересно, знаете, мы молились, общались. И потом Ашот каким-то чудным образом позвал того человека, кому принадлежало кафе. Он спросил его нужды. Он говорит, у меня рак. Я уже 10 лет борюсь с этой болезнью. И знаете, мы встали все вместе и помолились за него. И сказали слова жизни. Сказали слова благословения. Потому что Бог призвал каждого из нас к этому. Аминь, возлюбленные. Аминь. И ты не знаешь, что произойдет завтра или послезавтра. Но этот человек по воле Божьей может исцелиться. И слава Божья придет в его дом. И он будет счастливый. И будет делать счастливыми тех людей, которые его окружают. Не это ли великая честь, великое приобретение, знаете, быть благочестивым и довольным. Давайте церковь, может быть, мы еще раз возьмем и помолимся за этого человека, который в Абхазии борется с этой болезнью. Просто склоним свои головы, возьмем эту минутку. Господи, мы благословляем этого Сергея, его дом, семью. Мы молим, чтобы ты исцелил. Чтобы ты явил свою славу Божию во имя Иисуса Христа. Также эту девушку, за которую мы на прошлом собрании молились, Боже, также вступись за нее и исцелим. Мы противостоим против всякого духа, рака, Отец, во имя Иисуса Христа. И все согласные сказали, Аминь. Бог великий, дорогие. И Он может творить славу и величие. Знаете, и мы в то воскресенье слушали замечательное слово Олега Васильевича. Получили это слово, что год-год жатвы. И мертвая живет. И знаете, был такой аспект. Я пересматривал эту проповедь несколько раз. И был такой аспект. Смотрел, как люди в зале реагируют. И там есть, в этих стихах написано, что как женщина оставила свой водонос. И целый город привела в движение. Женщины, вы великие. Воздайте славу Богу, женщины. А мужчины возревновали. И сказали, Аллилуйя! Что-то у нас один мужчина в зале только одного услышал. И знаете, может быть ты услышал это слово на год, что мертвая живет. Мертвая живет. Там был такой интересный момент, когда пастор говорил, что она имела водонос, а Иисус ничего не имел. И она говорит, как ты мне поможешь? Иногда мы взираем на свою проблему. И думаем, как нам Бог поможет. Но приходит слово, и оно оживляет тебя. Приходит слово. Ты, может быть, услышал, что мертвая живет. И ты вооружился этим словом. Знаете, вооружился, взял его и сказал, я пойду и буду побеждать. Я пойду и буду побеждать. И в притчах написано, что надежда, долго не сбывающаяся, она немножко томит сердце. Оно томит сердце. Знаете, у меня была такая история. Я помню, смотрел на Олега Васильевича, когда он проповедовал с микрофоном. Микрофон, который цепляется на ухо здесь, так, знаете, удобно. И я так смотрел, думаю, как это, наверное, удобно. Не надо микрофон выше, ниже перекладывать. И я думал, так, проповедь, наверное, она такая эффективная становится, потому что ты не сбиваешься ни с чего. Ну, знаете, всегда есть тот, кто тебя спустит с небес на землю. Всегда есть. И, может быть, даже не потому, что ты плох или еще что-то. А есть определенные обстоятельства на это. И, знаете, когда Максим Шкабарин, я должен был проповедовать, как говорится, в Новом Завете была, может быть, моя череда, поставили меня проповедовать. Я такой думал, вот она, эта надежда такая, может быть, детская, может быть, немножко глупая, кому-то покажется. Но это была такая, знаете, моя небольшая мечта. Думал, попробую, как на самом деле, это эффективно или нет. И, знаете, пришел Максим Шкабарин. И я такой довольный, он взял мое ухо, начал цеплять и говорит, слушай, ухо ростом не вышло. Он этот микрофон еще сделал меньше. Говорит, ничего не получается, Геннадий. Придется по старинке. Придется по старинке. Поэтому, возлюбленные, дорогие, бывает, наша надежда не сбывается. Не потому, что, знаете, Бог что-то не делает, или мы какие-то, или люди что-то нас хотят как-то ввести куда-то. А просто, может быть, есть то, что Бог тебе уже дал. Это твои уши, твои ноги, твой рост. Ты сотворен так, как должен был сотворен быть. Аминь, возлюбленные. Поэтому, дорогие, не расстраивайтесь, если у вас что-то не выросло, или вы чересчур высокие. Пусть Бог благословит вас и укрепит в этом. И даст вам еще больше надежды. Потому что исполнившее желание, это как древо жизни. Может быть, ты получил это слово на год, и пусть это будет древом жизни для тебя. Пусть это будет древом жизни для тебя, которое войдет вовнутрь тебя. Которое даст сильные корни, углубится, и будет вести тебя на протяжении всей твоей жизни. Аминь, возлюбленные. Давайте воздадим Богу славу. И тема моей проповеди. Чудо не должно быть попираемо. Чудо не должно быть попираемо. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали Иоанна 6 главу. С первого стиха будем читать. После сего пришел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу. Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось, хотя немного. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбы. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей число около пяти тысяч. Иисус взял хлебы и воздав благодарение, раздав ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало. И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Аминь. Так говорит Слово Божье. Но я хотел бы обратить ваше внимание на другой стих. И посмотреть эту историю немножко в другом направлении. Это 14 стих. Когда люди видели... Ой, извиняюсь, 12-й. Когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшихся кусков, чтобы ничто не пропало. Знаете, только Иоанн пишет об этой истории вот так. То есть собирают все. Собирают все. То есть в Марка написано, что они собрали. Матфей пишет, что они собрали. Лука пишет, что они собрали. Но только Иоанн говорит, что это было чудо. И он говорит, соберите все, чтобы ничто не пропало. И тема моей проповеди, я уже сказал, называется «Чудо не должно быть попираемо». Знаете, я задумался. Я прочитал эти истории, которые происходили в разных Евангелиях. Но я задумался. На самом деле Иисус брал и собирал весь тот хлеб, который оставался. Он не оставлял его на поле. Он не оставлял возлюбленные. Он собирал это. Он просил своих учеников. И он сказал здесь, в Евангелии от Иоанна. Он говорит, Иоанн пишет такие слова. Он говорит, чтобы ничто не пропало. Не пропало. Знаете, я задумался. Я задумался. Я вспомнил, знаете, историю из Ветхого Завета. Когда падала манна, они ее собирали, кушали. Но Бог сказал им, собирайте ровно столько, сколько можете съесть. Только перед субботним днем, Он говорил, собирайте на несколько дней, чтобы в субботний день они чтили Бога. Поэтому, дорогие, мы приходим в воскресенье, кушаем эту духовную пищу. И знаете, манна, и здесь точно так же Иисус, Он говорит, чтобы этот хлеб не пропал. И я задумался, может быть, это мое такое только понимание. Я не говорю, что это доктрина. Я не говорю, что это вот такое учение. Но я, то есть увидел это в таком ракурсе, знаете, когда Бог и сам Иисус Христос говорит, соберитесь, чтобы ничто не пропало. Потому что манна, они кушали ее каждый день. И ученики собирают 12 коробов. Знаете, я задумался, думаю, а если бы на следующий день кто-то пришел, или через неделю на это же поле, и там лежал этот хлеб, он уже, может быть, был бы плесневый. Он бы, может быть, был, уже там мышки его покушали. Может быть, птицы бы поклевали. И он бы испортился. И вдруг кто-то бы пришел и поставил под сомнение чудо. Они сказали, ну, это, наверное, уже не пророк, потому что оно испортилось. Оно испортилось. Оно уже плесенью покрылось. Поэтому Иисус говорит, соберите. Соберите, чтобы ничего не пропало, чтобы ничего не осталось. Возлюбленные, дорогие, в нашей жизни Бог являет славу, величие, могущество свое. В твоей жизни, может быть, Бог брал тебя и исцелял. Бог брал, освобождал тебя, может быть, от какой-то болезни. Являл свое чудо в твоей жизни. Освобождал тебя от долгов, поднимал твой бизнес на новый уровень. Он являл свою славу. Я хочу тебе сказать сегодня, пусть это чудо, оно дальше продолжает жить внутри тебя. Пусть оно дальше продолжает жить внутри тебя, меняя тебя изнутри, производя, потому что Слово Божие говорит, что вы победили кровью агнца и словом свидетельства твоего. Потому что могут прийти люди, знаете, и они всегда могут поставить под сомнение твое чудо. Потому что я как бывший наркоман, знаете, мне всегда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда люди говорят, это не Бог тебя освободил. Это не Бог изменил твою жизнь. Тебе что-то навязали, тебе что-то рассказали. Они ставят под сомнение Божью славу. Они ставят, потому что материальный мир, физический мир, он всегда может говорить об обратном. Я верю, что каждый из вас или многие, что вы пережили эту Божью славу, вы пережили это чудо. Но люди, они приходили и ставили под сомнение. Но Иисус, Он говорит, собери это. Собери, пусть это будет внутри тебя, чтобы ты мог идти и побеждать. Чтобы ты мог идти и преодолевать. Через кровь Иисуса Христа, через Его славу, через Его величие, которое Он явил в твоей жизни. Аминь. Давайте мы воздадим Богу славу. Борюсь рассказать одну историю или нет. Жена просто сидит на первом ряду. А эти, женщины сразу говорят, да. Знаете, перед Новым годом я постился, знаете, и у нас небольшая квартирка, такая 37, студия. Ну, для кого-то, знаете, она большая, потому что кто-то здесь живет 24 квадратных метров. Для нас небольшая, для кого-то тоже небольшая, потому что у кого-то, может, 100 метров квадратных и больше. Но суть не в этом. И знаете, я постился и молился, и а жена, она же жена все-таки. Она мясо любит. Вот. Она так и говорит, я, говорит, мясоед. И, знаете, когда я постился, и она варила себе бульон, и я, знаете, стою, молюсь такой, прорываюсь к Господу, читаю слово, опять молюсь. И думаю сам себе, ну, что ж у меня за жена такая, какая-то, немножко, может быть, недуховная. И такой прорываю, знаете, потом склонился на колени пред Богом, взываю к Богу. Знаете, слезки текут по щекам, потому что Божье присутствие пришло. И вдруг, знаете, я ощущаю, что кто-то подползает ко мне и берет меня за руку. И слышу такой нежный, сладостный голос своей супруги, которая начинает рядом вместе со мной молиться. Знаете, и мы стояли на коленях, молились, взывали к Богу. И я думаю, что делает Божье присутствие? Потому что, может быть, полчаса назад я уже еще думал, что моя жена не такая духовная, и даже мне немножко хотело, так, знаете, по-мужски сказать, ну, сколько можно терпеть этот запах бульона? Я вам хочу сказать, всякому мужу глава Христос, и когда ты муж и священник в своем доме, то эта атмосфера, она будет менять твой дом. Атмосфера будет менять твоих детей от того Божьего присутствия, которым ты являешься носителем, потому что слава Божья, она была явлена в твоей жизни для тебя, возлюбленные, для тебя. И ты этот муж и священник, ты глава своей жене, ты несешь это божественное присутствие в свой дом, меняя эту атмосферу, меняя своих соседей, меняя на работе все, возлюбленные. Это его слава, это его величие, это его благость. Поэтому, дорогие, возлюбленные, давайте мы будем священниками до конца, до победы, пока не встретимся с Иисусом Христом. Я хочу еще кое-что сказать. Не хочу никого осудить, поймите меня правильно. Знаете, я сейчас смотрю, как многие люди, они стремятся дать своим детям образование. Я не против образования. Нужно вкладываться. Но я, знаете, против того, когда муж священник, и он не занимается своими детьми, он не вкладывает вот эти божественные ценности. Я знаю, о чем я говорю, может, кто-то уже осудил, кто-то сказал, Геннадий, о чем ты говоришь? Потому что я занимаюсь наркалкозависимыми людьми. Возлюбленные, я вам скажу, разные свои населения, интеллигенты, рабочие, высокого ранга люди, но их дети впоследствии оказываются в проблеме. В проблеме. Не потому, что, знаете, они плохие. Я знаю, здесь множество матерей, ну, не множество, но есть матери, у которых родители, дети были наркалкозависимыми. Если вы на них посмотрите, вы скажете, что она не дала правильного образования, дала, она не любила своего сына, любила, или отец, но есть те вечные жизненные ценности, которые есть в Слове Божьем, которые Бог вкладывает, возлюбленные, которые Бог вложил, потому что ты здесь, на этом месте, и я здесь, на этом месте, что однажды кто-то пришел к тебе, посетил тебя и рассказал об этих вечных жизненных ценностях, которые Бог даровал каждому из нас в Слове Своем. Аминь, возлюбленные. Давайте мы воздадим Богу славу. Знаете, мне понравилось, как один брат недавно сказал, говорит, братья, я опаздываю, я домой хочу попасть, потому что мы постановили в своей семье все вместе, вместе с моими детьми молиться в 9 часов. Знаете, я когда это услышал, думаю, вау, это сильно, это круто, потому что когда вся семья молится, на это приходит сила, на это приходит единство, на это приходит любовь, на это приходит радость. Знаете, я верю, что эта семья, она будет нерушима, потому что есть вечные, жизненные, божественные ценности, которые Бог являет в наших жизнях возлюбленные. Я хотел бы рассказать еще одно свидетельство. Я слышал это свидетельство от нашего старшего пастора. Олег Васильевич приехал в тренажерный зал. Оно коснулось меня, потому что, знаете, то есть иногда мы ожидаем чудо как-то сверхъестественное, еще что-то, а это вот как-то неординарно Бог иногда двигается. И он приехал, говорит, я охранник, который открывает двери, шлагбаум закрывает, и я у него спрашиваю, как дела? Он говорит, плохо, мой глаз опух, я там не вижу, ну какая-то болезнь, я уже мучаюсь с этим, не знаю, что делать. Он говорит, давай я за тебя помолюсь. Он говорит, я так окно открыл, он говорит, голову туда засунул, в это окно. Я, говорит, помолился, и, говорит, поехал дальше. На следующий день этот охранник бежит навстречу, чуть ли не на машину падает. Вау, что ты со мной сделал? Мой глаз абсолютно здоровый, мой глаз абсолютно здоровый. Он говорит, это Иисус, это Иисус, который являет свою славу. Давайте мы Ему воздадим славу. Поэтому я хочу тебе сказать, манна, она лежала в ковчеге, она лежала в ковчеге. Евреях в 9 главе 13-14 стих там написано, что манна лежала в ковчеге. Манна. Как прообраз славы Божьей, как прообраз величия Божьего, то, что Бог кормил свой народ 40 лет этой манной, что Бог кормил свой народ, заботился о нем. И они это чудо, знаете, пытались сохранить. Они пытались дальше помнить об этом чуде. Они дальше пытались размышлять о нем, чтобы никто не мог похитить. Эта манна, она не пропадала там. Это было как свидетельство Божьей славы. Когда Иисус задает Филиппу вопрос, он точно так же задает этот вопрос, может быть, сегодня тебе и мне, дорогой брат и сестра. Он говорит, нужно хлеба, нужно накормить. Знаете, Филипп говорит, даже на 200 динариев не хватит того, чтобы каждому по чуть-чуть раздать. Ну, может быть, по чуть-чуть и хватит. А Иисус говорит, Иоанн пишет такие слова, что он знал, что он хотел сделать. Возлюбленные, когда Олег Васильевич ехал, Иисус уже знал, что он хотел сделать. Когда ты шел на это собрание, Иисус уже знал, что он хотел сделать. Когда ты родился в этот мир, Иисус уже знал, что он хотел сделать. Просто позволь Богу, чтобы он явил эту славу в твоей жизни, чтобы он наполнил внутренность твою, чтобы слава его, она была явлена и проявлена в твоей жизни. Давайте мы встанем на наши ноги. Группа прославления, выйдите, пожалуйста. Иисус уже Евангелие от Иоанна, пятая глава. С 19 по 21 стих. И здесь написано, на это Иисус сказал, истинно истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь, ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. я хочу тебе сегодня сказать, может быть ты борешься с той проблемой, что тебя никто не любит, может быть ты давно искал признание в этом мире, и никак его не можешь найти среди других людей, может быть ты что-то делаешь, и у тебя твое дело никак не получается, я хочу тебе сказать сегодня, ты здесь на этом месте, потому что слово Божие говорит, так и сын оживляет кого хочет, то слово, которое мы получили на этот год, и мертвая живет, и мертвая живет, я хочу тебе сказать, ты здесь, на этом месте, потому что Иисус хотел видеть тебя здесь, Иисус хотел видеть тебя здесь, Он знал, что ты придешь сегодня на это собрание, и Он хотел оживить, оживить то, что может быть умерло, оживить может быть то чудо, о котором ты забыл, и люди может быть взяли и растоптали его, потому что убеждали тебя и говорили, что это не от Бога, какой Бог, ты в секту попал, какой Бог, у тебя болезнь, какой Бог, тебя долги, какой Бог, у тебя беспорядок в семье, но я хочу тебе сказать, Иисус говорит, что Он оживляет кого хочет, Он оживит тебя, Он источник твоей живой воды, Он тот, который возлюбил тебя, Он тот, который спас тебя, Он тот, который оправдал тебя, и давайте мы будем петь эту песню, но это время для тебя, подними свои руки к Богу и начни оживлять то, что умерло, начни может быть ты забыл о какой-то славе Божьей, о чуде Божьем, который Бог явил в твоей жизни, начни это оживлять, может быть ты борешься с какой-то проблемой, начни это оживлять, давайте мы будем простираться к Богу, петь Ему, молиться, и отдавать, и открывать свое сердце пред ним, это твое время, это твой час, это твоя минута. Света мой Бог, шахте земле 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 земле